Клево всем, друзья! Наконец-то я выскочил на рыбалку, практически месяц не был. Приехал в очень дикое место, приехал с фидером попробовать половить карася. Это бывшие карьеры ракушечника. Их тут сеть карьеров, они очень заросшие на данный момент, в них есть разнообразная рыба. Ну, для меня главное карась. Надеюсь, что-то поймаю. Ну, первый раз здесь, водоем очень заросший, нашел точку чистого участка и буду пытаться сейчас в нем ловить. Все, ребята, погнали! Сначала замес, потом рыбалка. Прикормку делать буду очень тяжелую, вода уже начала прогреваться. В водоеме очень много плотвы, красноперки. Если я пыльну, это может отпугнуть рыбу, карася, и в то же время привлечь всю эту нечисть. Взял одну пачку прикормки, черный хлебушек. Заехал в магазин, что было. По дороге ехал. В нее немножко воды, для того, чтобы она взяла воду перед тем, как я буду добавлять аромы. Ну, что, прикормка постояла. Можно добавлять аромы. Использовать буду холибуд. Водоем, говорят, даже слегка с соленоватой водой. Я не понимаю, как. Азовское море недалеко. Возможно, грунтовые воды, не знаю. Но, фиг его знает. Какой сильный рыбий жип, как будто с чем-то. Классно пахнет. Мне нужна сильная арома, чтобы сдалека звать рыбку. Прикормка у меня из-за аромы. Будет сама прикормка малопылящая и арома, которая утяжелит. В итоге, прикормка будет не сильно пылить. Поэтому, мне нужно, чтобы именно растворяясь арома в воде, звала рыбу. Потому что сама прикормка мне нужно, чтобы было очень-очень тяжелое. Так, арома есть в водичку. Даже слегка ее переувлажнил. Буквально чуть. Но, тепло. Она сейчас еще постоит. И будет то, что надо. Еще, возможно, в процессе рыбалки и воду буду добавлять. Все. Очень-очень тяжелая липкая прикормка. Даже слегка на данный момент перебор. Слегка-слегка. Но, буквально, через 15 минут она будет идеальная. Все. Можно заниматься с законом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Водоем очень заросший. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дальше большое окно И там стоит караси или щука Так Один от двенадцатый Крючок На 0,14 поводке Трава Сильно мельчить нельзя Крючок скорее всего даже больше Если будет рыба ловиться Ставить придется Десятку Пока так Начну с червя Полагаю это будет Главная насадка С собой есть манка Еще кукуруза Опарыш Посмотрим Первый друзья погнал Есть ребятки Что-то есть Какая-то рыбка Очень аккуратно клевала Вообще Дюб-дюб Дюб-дюб-дюб Раз потяжечка Плавная Очень плавно Очень аккуратно Кто это там Красноперка со дна Смотрите какая красавица Вот такая Что-то есть Кто-то есть небольшой Красноперка 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 Такая Грамм сто точно красавица Спинняка толстая Такую бы Ультралайт Половить Классно было бы Кто-то есть Кто-то бойки Бьется 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 Добро Ого Кто-что он такой В траву ныряет Пытаюсь достать Ребят Окунь что ли Ага Окунь Ребят смотрите что я сделал Я приподнял Покажу Такой вот красавец Крючок приподнял На дном Вот такой вот пенкой Вот такой вот И вот Окунь клюнул На червя Карася Нету Клюют Красноперки И вот Первый окунь Решил попробовать Приподнять На дном Вдруг там Трава Все-таки Ложится в траву Красноперки Я начинаю чуть темповать Появляется красноперка Хорошая Чуть плюс-минус А так тишина И вот сейчас была Мощная поклевка И окунь А тут говорят Здесь очень крупный карась Но пока Может он уже На ночной образ Переходит Надо ловить Рано-рано утром Он кстати Пригнала Дохлого карася Ветерком Огромного Вот такого Что-то бойкое Ух ты Ух ты Кажись он Ребята Кажись он 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 Ого Есть 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 Не прям Супер огромный Такой красивый Темный Ну наверное Грамм Четыреста Пятьсот Вот Вот такой Красивый Вот такой Темный Говорили Что он Темный Карась Здесь Ну так ребята Поднял Крючок На дном Получил Несколько Поклевок Хороших Одна Из них Окунь Несколько Не реализовал И вот Сейчас Хорошего Карася Пробую Дальше Ого Ого Нифига Себе Бьются Опять Окунь Что ли Опять В траве Собака Выходи 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 Что то есть На карася Похож Ребят На карася Похож На хорошего Карася Похож На очень Хорошего Я бы Сказал Нифига Себе Лапути Будем Будай Отчипысь Класс Поднял крючок На дном На фидер Ого вот такой грамм 600 уже вот смотрите ребят монтаж весь обычная петля гарна вот она скрутка и вот коротенький поводок буквально сантиметров 7 кукурузка у меня была есть карпа ловить плавающие без аромы вот я кусочек отрезал надел прямо на крючок на ушко и вот весь крючок торчит насаживаю червячка и вот клюют окуни красноперка и влетает карась крючок получается плавающий я проверял он именно плавает даже с червяком небольшая кормушка главное попасть в точку окна попал красноперка бьет на лету получается крючок у меня вот так на дно прямо на прикормкой даже если кормушка ложится непосредственно в траву чуть-чуть прикормка си там немного на дне травы насадка приподнята на травой и карась берется также можно и или сего считаете что у у вас глубокий топки можно ловить карася точно таким же образом а и а и 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 крупнее, ребят. Это просто огонь. Вот такой. Какую у него мозоль, смотрите, на губе. Смотрите, со дна подбирает, все время кормится со дна, а здесь ракушечник и он натер его. Насадка нужна объемная, ребят. Если небольшой червь, цепляю 2, если большой, то 1. Большому карасю нужна большая и насадка. Он активно кормится. Попал. Ну, карась крупный. Это нет массового хода здесь. Это просто небольшой водоем и в таких водоемах такие караси ловятся именно вот так. Они очень осторожны, очень пугливые, поклевка. Если реализовал, то может на время затихать. Не реализовал, вообще надолго может затихнуть. Если сход на точку, это самое плохое. Но сам факт, время от времени он заходит. Мимо, мимо. То есть, он стал заходить, два часа ничего не было. Может быть, если бы раньше приподнял на дно, может и был бы результат. Ну, как только я приподнял на дно и получил подряд несколько поклевок хороших. Один оборвал поводок в траве. Сейчас у меня вообще 0,18 поводок стоит. Несколько сходов было. Я думаю, вот хорошо взорвалась. Привлекает. О, будет. Видел? Да, да, да. Ни хрена. Это карась? Или колку, или карась. Похоже на карась. Ого, как тебе поклевки. Офигеть. Сход, да? Нет, нет, идёт в траве, в траве. У тебя, может, пожёстче надо на фидер, чтобы продирать его. А, губы будут рвать, палатки будут рвать. Это же самый кайф. Такая чуть... Зазевался и в этот уйдёт фидер, блин. Мне понравилось. Вообще кайф. Ладно, у тебя звук портит. Иди, иди. Подсак или сам? Сам. Видишь, как он сдаётся быстро. Ох, какой лапоть. Слушай, средь бела дня обед вроде. Слышишь? Поглёвка. Очередной красавец, ребята. Вот такой. Во! Класс. Я тебе говорил, поклёвки огонь стали. Всего лишь поднял на дном. Класс. Ну что, ребята. В первый раз на новом месте. Условия очень сложные. Заросшие водоём. Практически ловля в наших кубанских лиманах. Отлично. 7 шикарнейших красавцев. Просто шикарнейший. Самый маленький в районе 400 грамм. Самый большой где-то 600. Во! Класс! Я кайфанул. Удовольствие получил. Ключик к рыбе подобрал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok